Большегрузы едут по узкой дороге частного сектора рядом с жилыми домами. В результате ямы, колея и разрушенные тротуары. Хотя при въезде в поселок автовладельство встречает знак, запрещающий движение грузовых автомобилей. Трехмостовые большегрузы идут, четырехмостовые идут. Большие такие машины больше, чем у меня дом. Какое же основание выдержит эту нагрузку? Нужен капитальный ремонт и прекращение движения большого транспорта. С начала весны жители поселка бьют тревогу, опасаясь за детей и свои дома. После проезда одной грузовой машины сотрясаются дома. На стенах и фундаментах появились трещины. Настолько это ежедневная тряска, ежеминутная, что наши дома приходят в негодность. Они ездят по тротуару. Женщины наши, мамочки, родители добивались около двух лет, чтобы нам сделали тротуар, чтобы детишки ходили в школу. А теперь там ездят автомобили. Бороться с нарушителями люди пытались сами. Разговаривали с водителями, просили изменить логистику, даже перекрывать пешеходную дорожку пробовали. Все безрезультатно. В городской администрации о состоянии дорожного полотна знают. Улицы Державина в плане на капитальный ремонт на 2022 год нет. Ямочный ремонт здесь производится. Однако из-за дождя работы приостановлены. Не приносит решение проблемы и письма в прокуратуру ЕБДД. По словам жителей, сотрудники госавтоинспекции уже проводили рейды на этих участках дорог. Составлено десяток протоколов. Движение грузовых машин прекратилось, но ненадолго. Какие еще меры можно применить к нарушителям и каким компаниям принадлежат машины, которые разрушают городскую дорогу? Мы направили запрос в правоохранительные органы. Диана Кузимбаева, Семен Воробьев. Новости дня.